Мой фантом Поворот Я теперь палач, а не пилот Нагибаюсь над прицелом И ракеты мчатся к цели Впереди еще один заход Привет, друзья! Сегодня мы начинаем новую сборку Фантома От фирмы Hasegawa Обзор подробный Данной модели я делать не вижу смысла Модель достаточно старая Самая распространенная и известная Самое большое количество сборок Этой модели за последние 5 лет в интернете Просто масса Самый классический вариант Сейчас вышли уже более качественные Более новые современные модели Но так как я давно Этим в запасе Самая классическая схема Смола айрис Во всех ее проявлениях Сопла Кокпит И ниши И Иксмолд Воздухозаборники Которых Как вам известно В этой модели нету Вообще Вот Поэтому Обзор делать смысла я не вижу Давайте сразу, наверное Приступим Ну и начнем Самые интересные операции Те, кто Пробовал вгонять Смолу айрис Фюзеляж Меня сейчас, наверное, поймут Пилить, пилить, пилить Декали я не покупал Потому что меня Устраивает тот вариант Который есть в наборе Вариант с серым Килем Трехцветный Серо Трехцветный серый Камуфляж То есть Вот этот вот Борт мы будем делать Три цвета Красить будем Ганзой И Здесь нам как раз Представится Большие возможности По раскраске Будем по максимуму Усложнять наш серый цвет Делать его пятнистым Грязным То есть По возможности По максимуму Заморочимся Декали прямо отличные Не желтые Не толстые Вполне приличные декали Вот Ну Что Расшивка Слава богу Тут внутренняя То есть Не настолько старая модель Что с внешней расшивкой Но Известные косяки Естественно У нее есть По Там Определенные Там по нисходимости По всему остальному Так в принципе Модель очень приличная Буквально там Два-три года назад Была безальтернативной Практически В последнее время Просто стали Активизироваться Модельные фирмы Выпустили Если я не ошибаюсь Два по-моему Варианта Один вариант сделали По-моему Китайцы Второй вариант Сделал Корейцы По-моему Академия сделала Хорошую очень модель И Эдуард Еще сделал Неплохую модель Поэтому Она резка Стала старой Но Тем не менее Начнем В общем Как вы все знаете В начале Что нам В первую очередь Что нам нужно сделать Это спилить полностью Вот это вот Лить Вот этот вот Летник полностью Спиливается И Также Спиливается Такой же точно Летник На нише шасси На передней Которая будет Под ним И скорее всего Еще даже подтачивать Надо будет Чтобы все это дело Вместилось Вот Пилю Вот такой пилой Уже начал В принципе Пилить Потому что Ну и Естественно Показывать Весь процесс Пиления Муторный Продолжительный Не вижу смысла Единственное Что хочу сказать Пилите аккуратно Чтобы Лезвие у вас Не ушло наверх Чтобы вы Не пропилили Дно Кабины Собственно Вот вся хитрость Пилить А потом Шкурить Вот так вот У меня получилось Спилить Перед тем Как заниматься Подробной кабиной Надо обязательно Подогнать Еще нишу И добиться Того Чтобы они Четко вмещались А после этого Только заниматься Мелочевка Вот Ниша у нас В точно Таком же Плачевном Состоянии Находится Вот с таким Большим Толстым Летником Поэтому Прежде чем Что-либо делать Надо его Обязательно Тоже Спиливать Сейчас я Этим займусь Ну то же самое Такими опилками Пользуюсь Будем пилить дальше Пилиться достаточно быстро Главное не промазать Примерно час Примерно час работы По пилению И шкурению И Можно сказать Что Более-менее Сточено Все лишнее Насколько я понимаю Это где-то Вот Вот так Должно быть Тут Стык Не принципиальный Лишь бы Вмещался По высоте Вот Для этого Для этого Что надо Сделать Для этого Для этого Я думаю Надо Вот эту Перегородку Срезать Потому что Она здесь явно Не нужна Вот Ну естественно Сейчас еще Надо будет Точить Боковины Но Примерно По высоте Мы сейчас Прикинуть Сможем Примерно По высоте То есть Что нам Дальше Делать Мда Что-то У меня такое Ищение Что здесь Еще с Фюзеляжем Работать И работать Так Это у нас Вот так По длине Не подходит Сзади Или спереди Придется Срезать Фюзеляж Буквально Миллиметр Так С этой стороны У нас Наверное Попроще Будет Это все Разместить В общем Наша задача Сейчас Только Просто Прикинуть Надо ли Точить По высоте Что-то Мне кажется Что Не надо Больше Сейчас Посмотрю Еще Насколько Здесь У нас Высокие Борта Получаются Так Это нам Тоже Спиливать Инструкции По этому поводу Нету Никаких Поэтому Арис Всегда Отличался Очень Очень Скупой Инструкции Как Друг Другу Приклеивать Показано Как Подгонять К фюзеляжу Конечно Не показано Поэтому Поэтому Бессмысленно Смотреть И Судя По всему Это У нас Вот так Повыше Поднимется И Не Войдет И Не Входит Скорее Всего Причем Причем Очень Сильно Не Входит Так Так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь надо тоже всё стачивать... Продолжение следует... 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 В общем, точить. Давайте посмотрим, как у нас здесь встает кокпит, непосредственно ванна-кабина, чтобы определиться, что нам здесь нужно будет спиливать. В общем, судя по схеме, всё тут срезается и в принципе я это начал делать, в том числе вот тут за кабинное пространство тоже. И вот эта площадка, тоже она, я так понимаю, срезается. И может быть даже ещё сильнее стачивается, а не только срезается. Можно опять же тут всё аккуратненько точить надфилем, наждачной бумагой, можно чуть-чуть вот ускорить процесс какой-нибудь стамеской в виде ножика. Так. 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 Тоже заодно всё срежу. Да, тут-то конечно всё прекрасно. сочетается. Так. Старая сжавая стамеска. Так. 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 Да, тут дела обстоят хуже, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, вот таким вот образом. Нам предстоит тут много всего расковырять. И кокпит это ещё не самое сложное, насколько я понимаю. А самое сложное будет в центроплан встроить основные ниши шасси. Так как там очень тонкое крыло, запаса вообще нет. Родная ниша очень неглубокая. То есть вот так вот. Совсем всё плоско и неглубоко. А в комплекте в наборе IRIS ниша это вот такая вот достаточно глубокая вещь. Что-то сравните. Примерно раза в два глубже. И придётся нам очень здесь сильно постараться, чтобы у нас всё это дело срослось. И пластик, как я заметил, ну, в общем-то, как это бывает у Хаси, достаточно хрупкий. Отвыки уже от такого хрупкого пластика. Обычно на других более мягкие идут пластики. Гораздо удобнее работать с мягкими. Резать их удобней. Меньше вероятность, что сломается. А этот прям такой хрупкий. Прям аж звенит в руках. Ну, в общем-то, что я скажу. Всю эту обезьянью работу я пропущу. То бишь сделаю это не в прямом эфире. И к следующему занятию всё здесь срежу и сточу. Вот. На этом первое наше занятие вводное. Начальное по фантому. Я думаю, закончилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока.